Что ты позволила, она сделала. Я не целовал. Мы анализы давали. Но что не стивили? Когда мы тебе не целовали? Я не могу ее бросить. Я честно, я забыла. Ты, может, ее не целовала, когда она тебя целовала, ты позволила это сделать, хотя обещала Даниэлю этого не делать. Я что-то пофигу. Слушайте, мне сейчас пофигу, что я обещал Даниэлю. Ты реально, ты скрытый садист. Я тебе изначально сказал, что я пришел сюда на проект, я тебя насквозь вижу. А ты откровенный балабул, Леха. И мне не нужно сейчас говорить, с кем мне целоваться, не целоваться. Просто, если у тебя... Это значит, что... Я ее так зацелую, что посмотрю на твои красные глаза. И ты в огонь будешь стоять рыгать. А на тебе будет это неприятно. Твой медицинар был известен. Так как я не врач, я его не буду озвучивать. Понимаешь? Леша, а скажи, пожалуйста, у тебя сейчас какие? Ты поцеловал. Да я не поцеловал. Ты не поцеловал. Ты позволил, чтобы Надя тебя поцеловала, а у тебя претензии к Даниэлю. Я сейчас все прочитаю. Потому что Даниэль, я не понимаю. Знаете, что я первое время думал, что он просто прикалывается. Реально прикалывается, Леха. Да уже меня прикалывается. Мы оремся. Плюс ко всему, просто дружеское объятие было. И Надя меня посылала в щечку. Все. Если ты обещал, так идет. Зачем ты это сделал? Как мне оттолкнуть надо было? Я сам не ожидал. Я сказал, Надь, не надо. Подожди. Хорошо, если ты сам не ожидал. Если Надя была внезапная, как понос. Надь. Просто маразм какой. Маразм когда-то здороваться в Брянске запрещала с мужиками. Здороваться, Леха.